Организация «Красный крест» продолжает сбор гуманитарной помощи для беженцев из Украины. Пакетов так много, что их не успевают разбирать. Конечно, горожане не приносят последнее, не отрывают от сердца. Но есть вещи с душой. Как, например, это лоскутное одеяло. Его сшили три школьницы из Ивановского района. Одеяло, рабочие программы, лоскутная мозаика, мы сшили его с детьми. А вот сейчас, когда такой случай выдался, решили подарить беженцам Украины, чтобы наше тепло согрело их души. Это морально и физически. Кстати, одеяло, матрасы, подушки, постельное белье сейчас особенно востребованы. Одежды уже достаточно и принимают только новые вещи, не ношенные. Беженцам нужно обустраивать быт, а это посуда, утюги, пылесосы и другие необходимые вещи. Люди, которые приехали к своим родственникам, например, к бабушке в однокомнатную квартиру. Понимаете, у них нет кастрюльки, чтобы сварить пельмени. У них нет другой кухонной утвари. Некоторые снимают жилье. И поэтому мы обращаемся, у кого есть вещи. Вот уже предложили сегодня новый маленький холодильник. У них, конечно, он очень востребован. Любую кухонную утварь. Красный Крест принимает вещи для украинцев чуть больше недели. А интернет уже полон высказываниями шокированных горожан. Здание, в котором располагается благотворительная организация, в печальном состоянии. Зимой помещение не отапливается, руки горячей водой тоже помыть негде. Из благ цивилизации, электричество и то в долг. На сегодняшний день у нас есть, правда, и долг существует еще с зимы, поскольку мы отапливались электроотопительными приборами. Порядка 10 тысяч у нас долг на самом деле по электричеству. Пока еще, слава богу, не отключают. Но вот после репортажа, наверное, придут отключить. Здание на Марии Рябининой, в котором располагается Красный Крест, в советское время было большим детским садом. Сейчас помещение разделено на две половины. Одна в руках частника, другую на 50 лет передали Красному Кресту на безвозмездное пользование. Позиция городской мэрии проста. Общественная организация должна изыскивать спонсоров и партнеров и сама себя содержать. На деле не все так просто. К сожалению, она вспоминает только тогда, когда гром грянул. Поэтому, пользуясь случаем, обращаюсь ко всем неравнодушным представителям бизнеса общества. И просто людям, допустим, с руками, кто хотел бы нам помочь. Потому что в чем-то, может быть, чиновники и правы, что мы и сами себе должны помогать. То есть у кого-то, может, стройматериалы есть, у кого-то умелые руки. Но главное, конечно, чтобы было у людей желание помочь и исправить ситуацию. Красный Крест, как никто, знает, что неравнодушных в Иванове сотни. И кто-нибудь им обязательно поможет с ремонтом. Да и новое руководство региона в свете последних событий не должно остаться в стороне. Областная администрация, как нам кажется, приходит новое руководство, изменит отношения. Даже мы видим, что как-то меняется. И надеемся, что будет меняться в дальнейшем. Но вот здание в таком положении, ну, не финансируется. Не финансируется мы государством. В очередь спонсоры тоже, к сожалению, не стоят, чтобы нам помочь. В Красном Кресте числится 57 активистов. По сути, постоянно приемом и сортировкой гуманитарной помощи занимается порядка 10 человек. И ничего удивительного. Работать бесплатно, да еще в таких условиях, желающих немного. В первую очередь обустроить помещение. То есть, я как говорю, вы от нас требуете, чтобы мы перевозили людей с одного берега на другой. Но не хотите дать денег, чтобы залатать наши дерева и воду. Нам нужно привести порядок, здание, помещение, дать людям возможность работать. Остается надеяться, что руководство города и области оценит социальную значимость этой общественной организации. И те, кто помогают нуждающимся, тоже не останутся без внимания сами. К Красному Кресту очень нужны стройматериалы и умелые рабочие руки.